Сегодня будем с вами говорить о красоте наших волос. Я думаю, что каждому из здесь присутствующих поставьте циферки 5, кому интересно эта тема. От чего же зависит красота наших волос? И это действительно мечта каждого человека. Так, отлично, отлично. Причем я хочу сказать, не только женщины, да, любых возрастов, но и для мужчин, эта тема тоже очень и очень актуальна. И мы сегодня будем разбирать некоторые моменты, и вы поймете, да, то есть почему на самом деле эта тема настолько актуальна на сегодняшний день. И ей интересуются все люди разных возрастов. Даже маленькие дети любят обязательно прикалывать какие-нибудь заколочки, резиночки и быть все время обаятельными. Вот, ну, что хочу сказать, да, самое главное. Чтобы волосы были украшением, нужно правильно за ними ухаживать. Я думаю, вы со мной согласитесь. Поставьте восклицательный знак, если вы со мной согласны. Ну, а для того, чтобы за ними правильно ухаживать, нужно знать свой тип. Так вот, волосы человека могут говорить о многом. Прическа может нам рассказать о том, сколько времени человек посвящает своему внешнему виду, насколько он опрятен и следит ли за модой. И мы на это тоже обращаем внимание на людей в нашем окружении, да, то есть какая у них прическа, какой уход, в каком состоянии волосы. А вот состояние волос как раз подскажет, имеется ли у человека проблема с его здоровьем. Волосы интересны с точки зрения антропологии и физиологии. И, конечно, каждому из нас интересно знать, как правильно за ними все-таки ухаживать. Так, вопросик, вопросик. Если есть вопрос, пишите. Ну, а вообще по теме мы проходим, и как только я останавливаюсь, задаю вопросы, мы пишем вопросы по определенному моменту. Вот. А вот волосы с точки зрения антропологии, да, то есть мы об этом глубоко копаться не будем, это большая и глубокая тема, специфическая, но тем не менее антрополог пооформит и цвету волос, степени и характеру того, как волосы покрывают тело, может как раз очень многое сказать о происхождении человека. Так, например, у европейцев, чем дальше на север, тем светлее волосы. У 70% норвежцев волосы светлые. Я думаю, вы это тоже замечали и помните еще из курса географии, когда мы изучали эту тему. А вот волосы с точки зрения физиологии, вот у человека в ходе его развития напоследовательно сменяют друг друга три типа волосяного покрова. Есть такой тип, это зародышевый или первичный волосяной покров. Он развивается с 4 до 8 месяцев эмбриональной жизни. Детский или вторичный волосяной покров, который приходит на смену зародышевому, к этому типу относятся волосы головы, бровей и ресниц. А терминальный или третичный волосяной покров развивается уже к моменту полового созревания. Это волосы в области подмышечных паден, в области лобка, борода и усы у мужчин. Вот. Волосы как часть имиджа. Это действительно очень важно, потому что на сегодняшний день этому уделяют очень-очень много внимания, да, то есть, как мы уже и затронули тему ухода за волосами. Мы очень часто посещаем стилистов, парикмахеров, да, то есть стараемся найти именно грамотного специалиста, чтобы наши волосы выглядели идеально, не только по уходу, но и должны быть они уложены и подстрижены в соответствии с нашим выбранным имиджем. Если вот антропологи и физиологи интересуются волосами с научной точки зрения, то вот большинству людей как раз важно знать бытовые характеристики волос. Ведь волосы головы – это важная составная часть нашего внешнего вида. А чтобы волосы выглядели красивыми и опрятными, нужно знать, как правильно за ними ухаживать. А теперь я запрос, а какие типы волос вы знаете? Вот напишите мне, пожалуйста. Давайте немножко поработаем, чтобы не только я рассказывала, но и вы включились в работу, и вот какие типы волос вы знаете. Сухие – жирные. Жирный – сухой – нормальный. Ага. Так, у нас только напили. Вместе с Алиной знают, все остальные потихонечку молчат. Нормальные, да. Так вот, есть вот бытовая классификация волос. И волосы классифицируются по степени жирности. Различают сухие, нормальные, жирные и смешанные типы волос. И кроме того, еще волосы делятся на мягкие и жесткие, тонкие и толстые, прямые и кучерявые, светлые и темные, здоровые и истонченные. Самое важное для правильного ухода является классификация, конечно, по жирности, да, то есть о чем вы как раз написали. Ну, а вот следующие типы волос, да, мягкие, жесткие, тонкие, толстые, конечно, с этим больше сталкиваются женщины, которые имеют, например, прямые волосы, хотят кучерявые. Кто имеет кучерявые, те хотят прямые, да, то есть у кого светлые, те хотят темные и, ну, кроме здоровые и истонченные. Естественно, все хотят их иметь красивыми и здоровыми. Вечная беда. Женщинам не угодишь. Так же, как с температурой. Если жара, подавай нам холод, если холод, скорее бы лето, да, то есть вот таким вот образом непостоянным. Это статистика, совершенно верно. Итак, жирные волосы. Что же, как же их классифицировать? Если сальные железы кожи головы слишком активны, то волосы очень быстро пропитываются жиром и выглядят неопрятно. То есть мы с вами на картиночке видим, да, то есть сразу видно некрасивый такой, да, вот образ. Сразу хочется скорее засунуть человека в ванну и помыть голову. И для жирных волос характерны туслый блеск, быстрое слепание и ощущение жирности на ощупь. То есть к ним неприятно прикасаться. А мы хотим именно шелковистых, красивых волос. А вот нормальные волосы в течение нескольких дней после мытья головы выглядят чистыми, блестят на солнце, не электризуются и хорошо расчесываются. Значит, это нормальный тип волос. А вот сухие волосы выглядят туслыми, быстро путаются, секутся, плохо расчесываются. Чрезмерная сухость волос возникает из-за слишком слабой работы сальных желез или из-за неправильного ухода за волосами. То есть здесь только работа на внутреннем, да, как говорится, внутренние проблемы нужно решать и, естественно, правильно ухаживать за такими волосами. И тогда они будут тоже красивыми. А вот следующий тип, да, волосы смешанного типа, он немножко посложнее, да, если мы, например, знаем, что если у нас жирные, то нужно такие, а если сухие надо такие, а вот когда смешанные, да, то есть это обычно бывает именно при длинных волосах. В этом случае жировые железы не могут обеспечивать смазывание по всей длине волоса. При этом типе волос у корней жирнее, так концы пересушиваются, путаются и секутся. Вот, я надеюсь, вы определились все со своим типом волос и теперь четко знаете, да, что вам делать. Вот, мы уже с вами, да, то есть определились. Итак, и чтобы правильно ухаживать за этими волосами, нужно понимать, к какому типу они относятся. Жирность волос зависит от типа кожи. При жирных волосах у вас обязательно жирная кожа и наоборот. Поэтому, зная, какой у вас тип кожи, легко определить тип волос. Кроме того, проанализировав, как часто приходится мыть голову, чтобы она прилично выглядела, тоже можно определить тип волос. Если волосы жирные, да, то есть в течение 1-2 дней становятся, то жирный тип волос. А если волосы прилично выглядят в течение 2-4 дней, то есть мытья, то у вас нормальный тип. А вот когда волосы долго они жирнеют, 6 дней и больше, и выглядят сухими и ломкими, то это сухие волосы. Корни уже жирные на ощупь через 2-3 дня, и за это время у корней появляется жирный блеск. В то же время волос на концах выглядит сухим, и это смешанный тип. Жирность волос зависит от генетических особенностей. Не всегда это зависит от нас, да, но это тоже решаемо. Но это не постоянная, да, вот характеристика. Она может изменяться под влиянием гормональных, каких-то возрастных изменений, смены питания, изменения состояния здоровья. Об этом нужно помнить, чтобы корректировать уход за волосами. При любом типе жирности волосы будут ухоженными и красивыми, если с ними правильно обращаться. То есть мы поняли, да, что есть причины, от которых это происходит. Либо это внутреннее нарушение, либо это генетическое. И третий вариант – это мы с вами неправильно за ними ухаживаем. Вот скажите, на этом этапе есть вопросы? Так, отлично. То есть с этим мы с вами определились. Человеческие волосы на 3% состоят из влаги, а на 97% состоят из белка. И именно белок является основным источником роста и хорошего вида волос. Каждый волос состоит из трех составляющих. То есть мы должны понимать с вами, да, то есть как на самом деле выглядит волосок. Хоть он и тоненький, да, то есть если мы его потеряли, мы его порой и не увидим, да, если он у нас не на одежде где-то скатился. Вот. Но тем не менее у него есть свои составляющие. Сердцевина волоса, кора волоса. Основная роль коры – это придание волосу эластичности, прочности и красивого цвета. И внешний слой – кутикула. Вот кутикула как раз у нас и отвечает за секущиеся кончики, да, то есть когда они распушились, то значит у нас нарушилась. Кутикула состоит из специального белка, который называется кератин. И вот эти вот кератиновые штучки, они обволакивают. Если все в порядке, то у нас красивый волос становится блестящий, без всяких рассеченных концов. Так что основная роль кератина – это защита волосиного ствола от физических повреждений. Итак, факторы, которые влияют на здоровье волос. Это внешний фактор. Экология, погодные условия, неправильный уход за волосами, неправильный образ жизни, это эмоциональное состояние, стрессы, неправильное питание, прием каких-либо лекарственных препаратов, различные процедуры в парикмахерских. Ну, мы с вами знаем, да, окрашивание, завивка, но не все знают, что ламинирование, которое мы делаем в парикмахерских, для того, чтобы мгновенно получить, можно сказать, да, то есть очень быстро красивые волосы, блестящие, яркие, насыщенные, живые, на самом деле не такая уж и безвредная процедура. А довольно-таки очень серьезная, как для мастера, так и для нас, что как при дыхательных, да, вот моментах, так и после того, когда заканчивается эта процедура, то наши волосы, они как раз теряют всю влагу, белок и выглядят жизненными, и нам требуется опять делать такую процедуру. А порой, если это делать очень часто, то приходится восстанавливать волосы. Факторы, которые влияют на здоровье волос, еще бывают внутренними, то есть это наследственная предрасположенность, заболевания, гормональные нарушения и паразиты. Итак, частые проблемы, с которыми сталкиваются люди. Вот, кстати, это очень интересная тема, я хочу, чтобы вы на нее обязательно обратили внимание, потому что это очень серьезные вещи, и на сегодняшний день огромное количество людей сталкиваются с такими проблемами. Это сибория жирная, которая подразделяется на жидкую, густую и смешанную. Перхоть, она бывает сухая и жирная, да, то есть перхоть сиборейная уже, да, то есть когда уже более запущенный такой вариант и уже переходит в заболевание, которое называется сиборея. Выпадение волос, оно бывает ранним, симптоматическим и гнезное. Псориаз, сиборейная экзема, повреждение волоса. И хочу вам сказать, что вот именно выпадение волос, это одна из эстетических проблем, с которой люди сталкиваются, и они готовы на самом деле отдать очень многое для того, чтобы их волосы выглядели красивыми, да, то есть и привлекали внимание. Итак, вот обратите внимание на картинку. Сначала не хотела, конечно, на слайды ставить, но потом все-таки решила, что нужно это показать, чтобы люди на это обратили внимание. Что такое вообще сиборея? Это поражение кожи, в основе которого лежит нарушение секреторных функций сальных желез, выражающихся в повышенном выделении и качественном изменении кожного сала. Исходя из особенностей физико-химического состава кожного сала, определяющих его консистенцию, различают три формы сибореи – жидкую, густую и смешанную, о чем я вам только что сказала. Вот жидкая сиборея характеризуется повышенным выделением кожного сала. Кожа быстро становится жирная, устья волосяных фолликул зияют, расширены, волосы на голове покрыты слоем кожного сала и сильно блестят, склеены, к 20 годам начинают выпадать. Нарушение секреции сальных желез при этой форме сибореи характеризуется увеличением количества выделяемого кожного сала. И в меньшей степени выражены качественные его изменения, которые проявляются снижением количества свободных, низших жирных кислот, обладающих фунгицидным, противогрибковым и бактерицидным, противобактериальными свойствами. Картинку, которую вы видели, это не основа, это уже запущенное заболевание. Поэтому, если вы уже столкнулись с чем-то подобным, я рекомендую, конечно, в срочном порядке обратиться к врачу и не запускать до таких последствий. При густой сибореи повышенное салоотделение менее выражено. Волосы не выпадают. Как правило, облысение не наступает. Здесь ведущую роль играет эндокринный фактор. То есть, понимаете, да, то есть нужно восстанавливать систему изнутри. В частности, нарушение функций половых желез. На первое место выступают качественные изменения кожного сала, меньшее содержание свободных жирных кислот и увеличение количества связанных жирных кислот и неотъемлемых веществ холестерина. В состав кожного сала при густой сибореи входит большое количество частично роговевших и жирно перерожденных клеточных элементов. И за счет этого она приобретает более плотный характер. При густой сибореи отмечается гиперкарытос, повышение роговения, в особенности устья волосяных фолликул. А вот смешанность сибореи встречается чаще с других форм и может приводить к проредению волос, то есть коллапеции. В основе сибореи лежат изменения нормального физиологического состояния сальных желез, которые возникают под влиянием нарушения функций эндокринной и нервной систем, регулирующих секреторную функцию. При жидкой сибореи отмечают выраженные изменения вегетативной нервной системы. А вот перхоть, да, с чем мы очень часто встречаемся, у многих она бывает, да, и она тоже вызывает не очень красивый эстетический вид, и от нее хочется, естественно, как можно быстрее избавиться, и в ход идет все, буквально, от народных средств до дорогущих шампуней. Вот перхоть – это отробевидное шелушение волосистой части кожи головы. При отсутствии воспалительных явлений, и вот нередко сопровождается зудом, то есть она может зудеть, да, то есть беспокоить вас. Отмечается с загрязнением воротника и плеч верхней одежды. При сибореи перхоть имеет жирный характер чешуи. Часто перхоть может относиться к инфекционному заболеванию, вызванному грибком петероспорум овальный, который является сапрофитом волосистой части головы. А при соответствующих изменениях кожной среды получают благоприятные условия для своего развития. И приобретают патогенные свойства. Такие вот условия возникают, в частности, при изменении химического состава кожного сала у больных сибореей. К предрасполагающим причинам относятся также понижение питания, недостаток в организме витаминного комплекса В, хронические болезни, особенно желудочно-кишечный тракт, переутомление, нервно-психические расстройства. Можно отметить повышение шелушения волосистой части кожи головы в связи с воздействием агрессивных химических реагентов. Краска, химическая завипа. Вот. Что я еще хотела сказать относительно сапрофитов, да, то есть здесь есть рекомендация, желательно подушки просушивать на солнце, да, как можно чаще по возможности, проветривать, обрабатывать их обязательно, потому что большинство людей на это не обращают внимания, и вследствие с этим появляется такой паразит, как сапрофит, да, который попадая на нашу кожу, кожу головы, при воздействии определенных факторов может вызвать вот такие вещи. Выпадение волос. Аллопеция. Вот раннее выпадение волос встречается чаще при жидкой смежной форме сибореи, особенно в сочетании с перхотью, и часто приводит к облысению у мужчин, к поредению и стончению волос у женщин. Выпадающие волосы сначала заменяются новыми, но и вырастающие вновь становятся при каждой новой смене все тоньше, превращаются наконец в пушковые, и в конечном итоге исчезают совершенно. Раннее облысение начинается с слобно-теменных областей и макушки, и причинами этого облысения являются нервно-эндокринные расстройства, часто наследственные факторы, семейное страдание, антрогенные облысения. Прогнозы чаще неблагоприятные. Симптоматическое облысение является следствием перенесенных тяжелых заболеваний. Тяжелые инфекции, недостаточность витаминов, при беременности такое может быть, и при других заболеваниях. Начинается обычно остро с тотального проредения волос. Прогноз благоприятный, если вовремя этим заниматься и восстанавливать. Вот относительно вот аллопеции, да, вот я повторюсь, был проведен опрос большого количества людей, и люди действительно вот сказали, что готовы пожертвовать такими вещами, как даже сексуальное восприятие, да, то есть вернее сексуальные возможности, как мужчины, так и женщины. Ну, то есть можно сказать, возраст молодых людей, которые готовы были это отдать взамен на то, чтобы были красивые и здоровые волосы. И когда им задали вопрос, ну почему, это же тоже одна из очень важных сфер жизни, на что они сказали, это можно спрятать, а это не спрячешь. Поэтому волосы действительно имеют не только для нас такое значение, а это наша уверенность, да, то есть мы чувствуем себя уверенно, когда у нас все в порядке, и это не видно. Если мы имеем какие-либо кожные заболевания, то всегда можно спрятать под рубашками, под кофточками, да, то есть и менее комплексуешь. Но когда это все на виду, естественно, люди испытывают еще больший стресс, да, и в соответствии с этим еще усугубляют свои положения. Есть гнездное очаговое облысение. Оно начинается внезапно, чаще у молодых людей, с 15 до 30 лет. Образуется одна или несколько пляшин, которые медленно увеличиваются в размерах, которые могут сливаться, да, то есть появляются, и вследствие увеличения они могут слиться. Поверхность кожи в месте пляшин гладкая, блестящая, волосы по краям легко выдергиваются, иногда обломаны на высоте 0,5-1 см от трусти волосяного фолликула. Корень волос истончен и представляет по форме воскресательный знак. Пляшины через несколько месяцев или лет могут зарастать, сначала пушковыми, потом нормальными волосами, которые вначале депигментированы, и возможен переход в тотальное облысение. Причины точно не ясны. Выявлены трофические нарушения кожи, обусловленными изменениями функциональной нервной системы, то есть человек может испытать стресс, и через определенный промежуток времени, это может быть как неделя, так и может и полгода быть, и вследствие потерять волосы, и эндокринных желез. Псориаз или чешуйчатый лишай – это преимущественное заболевание гладкой кожи, которое склонное к частым рецидивам, при котором на волосистой части головы часто бывают так называемые дежурные бляшки, представляющие из себя небольшое пятно с чешуйчатым налетом. Иногда волосистая часть головы является единственным местом расположения псориаза. Дефенсериальный диагноз для неспециалистов сложен, поэтому здесь однозначно нужна консультация врача. Экзема тоже очень часто встречается. Сиборейная экзема наблюдается у лиц страдающих сиборей, и часто локализуется помимо лица на сощечной складке брови волосистой части головы. То есть она переходит и на голову, и на лицо, то есть вследствие запущенных уже состояний. Характеризуется высыпанием мелких точных фолликулярных узелков желтовато-розоватого цвета, покрытых жирными серовато-желтыми чешуйками. Узелки сливаются в бляшки с жирными чешуйками, которым могут образовываться крупные щеги. Субъективно может быть легкий зуд. Причиной часто являются малопатогенные гнойные бактерии, пиоококи, постоянно обитающие на поверхности кожи. Предполагающие причиной развития такого заболевания служат нарушение секреторной деятельности сальных желез, приводящих к понижению бактерицидных свойств кожного сала и уменьшению кислотности поверхности кожи. Заболевание лечится легко, но склонно к рецидивам. Экзематит представляет собой своеобразную форму микробной экземы. Характеризуется высыпанием различной величины разовых пятен, неправильной формы, сплошь покрытых либо отрубевидными, либо мелкопластичными чешуйками, с возможными среди них точечными корочками. Реже локализуется на волосистой части головы. Что хочу по этому поводу сказать? Все такие вопросы, вот мы здесь с вами видим, то есть я специально поставила в слайд картинку, где вы можете увидеть и перхоть, и жирную сиборею, и сухую, то есть смешанную, как она выглядит. Есть врач-специалист, который занимается, он называется трихолог. Это специалистским образованием, врач, изучающий волосы и волосистую часть кожи головы, фазы роста волос, их строение, выпадение и их регенерацию. То есть если у вас или у ваших близких есть такие проблемы, обязательно в срочном порядке нужно обращаться и не допускать запущения этих заболеваний. Самолечение может быть опасным для вашего здоровья. Обязательно нужно уточнить точный, да, то есть поставить точный диагноз. Заболевание кожи головы и волос может быть связано с бытовой причиной, а не инфекцией или наследственностью. В современном мире экология настолько ухудшилась, что волосы на самом деле могут заболеть даже от мытья водой и некачественным шампунем. Вот, и здесь я хотела бы с вами немножечко поговорить, да, то есть какие вы знаете виды шампуней? Перейдем к шампуням. Напишите, какие вы знаете виды шампуней? Никто не знает никаких видов шампуней? Так, звука нет? Так, для поврежденных волос. Да, на самом деле есть шампуни, они разделяются и по классификации, да, а есть у нас обычные, да, из ежедневного использования, есть у нас лечебные, которые мы не используем постоянно, а только в тех случаях, когда требуется лечение, да, то есть мы сейчас с вами посмотрели очень серьезные проблемы, да, с кожей головы и волос, и когда требуется не обычный шампунь, а именно специализированные. Есть специализированные шампуни, которые используют в различных салонах, да, то есть это шампуни определенных серий, которые вы точно так же не купите в обычном магазине, то есть это профессиональная линейка. Вот, в принципе, основные виды, да, и они уже, естественно, разделяются. На остальные для жирных, сухих, для смешанных, да, то есть для окрашенных, для милированных, совершенно верно, да, то есть, как бы, уже по типам наших волос. Это мы с вами немножко поговорили о шампунях, но я еще хочу сказать, да, избежать, вот, например, вредного влияния погоды человек может, конечно, при соблюдении некоторых рекомендаций. Не ходить без головного убора при низкой температуре воздуха, потому что это нарушает структуру волоса, беспокоит нашу кожу головы. Начиная с плюс 5 градусов, стоит укрывать волосы шапкой. Не подставлять волосы под прямые солнечные лучи. А при жаркой погоде свыше плюс 25, нужно прятать голову под панамой и легким платочком. Поставьте плюсики, кто выполняет вот эти рекомендации. Кто плюс 5 уже покрывает голову и в 25 с плюсом одевает панамки, шляпки, кепки и защищает свою голову. Вот, шапка есть, а панамы нет. Обязательно нужно, тем более для наших солнечных регионов, панама обязательный атрибут. Голова должна быть покрыта. Если вы обращали внимание, можно ли это проходить, если не защищать свою голову, то ваш волос начинает выцветать. То есть уходит пигмент, а это есть тоже нарушение нашей головы. Также в дожди у нас сейчас экология действительно очень плохая. С повышенной кислотностью идут. И это на самом деле сегодня уже норма, поэтому не стоит подставлять ваши волосы под струи дождя. Также их тоже необходимо защищать. Если нет зонтика, то обязательно нужно что-то накинуть на голову, чтобы защитить свои волосы. Проблема с кожей головы может возникнуть после длительного пребывания на загазованной городской улице. Так что придя домой после городской суеты, необходимо принять душ, смыть копоть, пыль с тела и волос. Для каждодневного применения существуют специальные шампуни. Важно понимать, что укутывание волос и перегревание тоже вредно. Спотевшая голова покрывается сальным жиром быстрее. И в соответствии с этим, если не ухаживать вовремя, то есть не убирать вот такие сальные жиры, то естественно можно спровоцировать вот такие заболевания, о которых мы сейчас говорили. Выпадение волос часто возникает из-за неправильного ухода и грубого расчесывания. Окрашивание волос – это стресс для стержня и волосяного фолликула. Химические ингредиенты могут нанести непоправимый вред, нарушить структуру всего волосяного покрова. Необходимо подходить к выбору краски очень щепетильно. Предпочтение отдавать натуральным красителям с натуральным протеином. Не делать чаще одного раза в полгода. Химические завивки. Проблемы с кожей головы возникают при неправильном использовании сушки волос феном, выпрямлении утюжком или после завивки щипчиками и плойками. Поставьте плюсики, кто ежедневно использует фен, либо утюжок, либо щипчики-плойку. Это атрибут, наверное, каждой современной женщины. Просто мы торопимся, стараемся как можно скорее привести свою голову в порядок и отправиться уже по своим делам. Так вот, это и есть то, что разрушает наши волосы ежедневно. И в соответствии с этим тоже нужен определенный уход. Также одной из распространенных причин обильного выпадения волос становится авитаминоз. Можно выбрать общий комплекс, а лучше принимать специальные витамины для кожи головы, о чем мы сегодня с вами будем разговаривать, да, то есть какие витамины требуются для кожи головы и волос. В таких комплексах тщательно подобрано содержание и концентрация витаминов и минералов. Выпадение волос прекращается через 2-3 недели, если это был всего лишь авитаминоз. Необходимо выбирать средства для кожи головы без синтетических пафф с добавками лечебных компонентов. В натуральных шампунях и бальзамах формулу включают питательные и укрепляющие ингредиенты. Здесь мы с вами на слайде видим, да, то есть роскошные волосы, красота и уход, мечта любой женщины. Жизненные силы, блеск, структура, объем, это все имеет обладательница роскошных волос. Без лишних усилий это возможно. Эссенс алоэ вера, это те шампуни, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Шампунь для окрашенных и ослабленных волос, да, то есть это наиболее частые шампуни, которые используются на сегодняшний день, да, потому что женщины все ухаживают за собой, красят волосы, либо подкрашивают различными средствами, начиная с химических и заканчивая просто тониками, да. То есть это тоже воздействие, либо в связи с многими другими факторами, о которых мы тоже поговорили, волосы ослаблены. То есть это еще не факт, если вы не красите волосы, он вам не подходит. Если у вас ослабленные волосы, вам этот шампунь однозначно с кондиционером тоже подойдет. Итак, я хотела бы с вами разобрать некие моменты, да, то есть наш шампунь, он состоит из определенных ингредиентов, которые воздействуют на нашу кожу и на наши волосы. И мы на примере этого шампуня, кондиционера, как раз разберем каждый составляющий. Многие из вас уже брали бутылочку в руки, да, сталкивались с непонятными словами, которые кого-то пугают, да. То есть не до конца разобравшись, нам кажется, что мы столкнулись с чем-то не тем, да. То есть было такое, у кого было, а кто читал этикетку, сталкивался с этим вопросом и задавался этими моментами, поставьте единички, пожалуйста. Есть у нас люди, которые задавались этим вопросом. Так вот, мы будем с вами разбирать каждый ингредиент отдельно. Для чего, зачем он входит в наш шампунь. Шампунь у нас идет на основе алоэ барбадосского. Вы все знаете прекрасно свойства алоэ, да, это лекарственное многолетнее растение. Кто знает, поставьте плюсики. Кто знает алоэ. Его использовали еще с давних пор для ухода за волосами. Глубоко проникая внутрь волосяного фолликула, алоэ защищает поврежденные волосы от солнечных лучей. Обладает лечебным действием на структуру поврежденных волос, которыми были нанесены химические, механические повреждения. Это сушка феном, осветление, окрашивание, что сделало ваши волосы ломкими и истощенными. Активный растительный комплекс, благодаря аминокислотам, входящим в состав шампуня, да, и в состав самого алоэ, укрепляет волосяные луковицы. И благодаря сапонинам помогает избавиться от слущенных клеток эпителия. Усиливает капиллярный кровоток в коже головы, непрерывно обеспечивая волосяные фолликулы питательными веществами, что очень важно. И в результате чего стимулируется рост волос. Достигается эффект восстановления эластичности значительно быстрее, да, то есть появляется изысканный блеск и шелковистость. Во время использования шампуня волосы как раз получают максимум питания и увлажнений, облегчают расчесывание, предотвращается эффект старения волос. Особенно рекомендуется для сухих, ломких и поврежденных окрашиванием или химической завивкой. И это основа, да, то есть что входит, но есть еще составляющие, да, то есть мы не можем просто взять бутылочку, налить сок алоэ вера, да, то есть это использовать. Естественно, для этого требуются определенные консерванты, да, то есть которые входят в состав, мыльная основа. И зачастую мы покупаем шампунь не только наш, но и вообще в своей жизни, особо и не задавались, да, что же вообще входит в состав шампуня. А это на самом деле тоже очень важно. Вот основную роль в шампуне играет все-таки вода. Количество воды в шампуне может достигать 80%, поэтому вода должна быть микробиологически чистой, чтобы шампунь не стал рассадником бактерий. Необходимо, чтобы в ней отсутствовали соли жесткости, железо, кальция, магния, которые как раз и снижают пенообразование и очень часто выпадают в виде неприятного осадка. Это основа шампуня, да, то есть вода. Следующая составляющая – содиум лауретсульфат. Он особенно часто применяется, это вещество, при производстве шампуней. Около 90% из них содержат этот ингредиент. Или как он еще по-другому называется слез или SLS. А еще есть такие ингредиенты, ну, вернее, составляющие, производные этого содиум лауретсульфата. Это ALC или ALES, да, является первым компонентом в списке большинства шампуня и выступает его моющей основой. Я вам хочу сказать, что добавление этих веществ – это самый доступный и простой способ получить густую пену, а также очистить волосы и кожу головы от кожного жира. Так что вы понимаете, да, то есть чтобы очистить нашу кожу от кожного жира – это необходимость в нашем шампуне. А вот концентрация сульфата в средстве может быть различной. В шампунях для нормальных и сухих волос их меньше, да, то есть потому что нам там меньше надо удалять жиров, да, а для жен их побольше. В более дорогих средствах используется слез или SLS, как в нашем данном случае, да, то есть содиум лауретсульфат, SLS. А в дешевых шампунях используется ALS или ALS. Найти шампунь в составе которого бы не присутствовал содиум лауретсульфат или другие сульфаты – задача очень непростая на сегодняшний день. А вот свойства Кокомида Део, которые находятся в нашем шампуне, тоже не случайные, да, то есть этот компонент, он там тоже очень нам нужен, потому что он оказывает воздействие очищающее, он легко вступает в прочные связи с частичками жира, грязи, отшелушивающимися чешуйками кожи и смывается водой, оставляя кожу и волосы чистыми, растворяющими, потому что взаимодействует с щелочами, кислотами, жирными, жирами, спиртами, водой и многими органическими соединениями, что делает его эффективным при создании косметики для ухода за волосами и телом. Стабилизирующая Кокомида Део связывает молекулы веществ различной консистенции, жиров, кислот, воды и делает структуру косметического средства мягкой, густой, пластичной, а пену стойкой обладает антистатическими свойствами. Смягчающая. Содержит ионы уксусной кислоты и за счет них обладает смягчающими свойствами, поэтому его включение в косметику позволяет смягчить волосы, кожу, головы. В медицине Кокомида Део нашел применение в качестве загустителя и стабилизатора при изготовлении мазей. То есть на данном этапе мы с вами ничего страшного не увидели в этих непонятных нам словах. А вот Кокомида пропилбетаин, да, то есть такие сложные слова, что сама заговариваюсь, когда выговариваю. Он совместим с другими компонентами, выступает в роли легкого кондиционера, является антистатиком, используется в детских шампунях, считается дорогостоящим компонентом. Это следующий компонент, который входит в наш шампунь. Ну, сам алоэ вера барбаденсис, да, то есть сок листьев алоэ вера, о нем можно, конечно, говорить много, но мы на нем особо сильно, ну, не хотелось бы, конечно, останавливаться, да, то есть он не только эффективно и глубоко увлажняет, восстанавливает структуру волос без последствий, но и стимулирует их рост и избавляет от перхоти. Также он антиаллергенен, антиоксидант, обладает противовоспалительным эффектом, повышает регулятивные свойства клеток, природный увлажнитель кожи, антибактериальный. То есть это огромнейший плюс для нашей кожи головы и волос в создании той красоты, за которой мы пришли. А вот кокоглюкозид, да, это вещество, добывающее сухой мягкости, масло или пальмы, кокоса и фруктового сахара. Происхождение он имеет природное, что является положительным моментом. Это мягкий компонент с пенообразующим эффектом. Также он обладает мутным желтым оттенком, используется как эмульгатор, кондиционер, пенообразователь. Еще одной его особенностью стоит отметить растворение грязи и кожного сала. Также вот кокосовая производная отлично вымывает грязные и жирные волосы, делает их мягкими, после чего такие волосы легко расчесывать. И благодаря кокоглюкозиду кожные покровы очищаются, улучшая проникновение увлажнительных компонентов, которые как раз входят в состав косметических средств. Общий эффект от этого вещества расслаживание структуры волос, увеличение их объема. И я хочу вам сказать, что действительно наш шампунь, он дает действительно классный объем. То есть с первого раза я сразу почувствовала это, хотя использовала в свое время огромное количество шампуней, начиная от профессиональных до простых. И ни от одного я не получила такого объема, который я получила с нашим шампунем. Кто уже получил такой же результат по объему, поставьте пожалуйста пятерочки, хочу вас тоже увидеть. Так, отлично, отлично. Вот, видите сколько нас уже пользуется нашим классным шампунем. Глицерил олеат это натуральный эмульгатор, получаемый из растительных масел с высокой концентрацией олеиновой кислоты. Также широко используется в косметике в роли стабилизатора, оказывает смягчающее и иммуностимулирующее действие на кожу, восстанавливает липидный слой кожи, улучшает проницаемость кожи для других веществ, содержащих в косметическом продукте. А вот такое вот название, да, ПЭК-40, гидрогенизированное кастеровое масло. Ну мы все с вами, наверное, с детства слышали такое слово, да, кастеровое масло. Для чего же оно у нас? Производится масло путем гидрогенизации, применяется как резервуар для активных ингредиентов, улучшает консистенцию, повышает стойкость хранения, смягчает кожу, восстанавливает естественный баланс, влаги, стабилизатор запахов, регулятор вязкости. Это безопасное средство, имеет полезные свойства. Соль мертвого моря, или как у нас там написано на нашем флаконе, Мариселл, да, то есть такое красивое название. Это натуральная смесь минералов, их свыше 21, и микроэлементов, это и калий, натрий, кальций, магний, железо, бром, йод, хлор, марганин, цинк, железо, зелен, медь, кремний. Это все, что нужно нашему волосу, да, то есть для того, чтобы его насытить, чтобы он у нас был красивым. Также она насыщена йодами и бромидами. Минералогический состав соли мертвого моря существенно отличается от состава соли других морей. Она содержит около 50,8 лорида магния, 14,4 лорида кальция, 30,4 лорида натрия и 4,4 лорида калия. Косметические средства, в составы которых включены минералы мертвого моря, быстро поглощаются кожей, питают ее ценными микроэлементами, которые позволяют ей сохраняться на очень долгое время, увлажненной в течение определенного промежутка времени. Также минералы хорошо известны своей способностью восстанавливать естественные процессы, присущие здоровой коже, стимулировать регенерацию, эффективно устраняя микроповреждения, то есть заживляя, омолаживать клетки кожи. Помимо прочего, использование косметических средств минералами мертвого моря сопровождается приятным ощущением легкости во всем теле. А также обладает уникальным, вот я уже сказала, набором микроэлементов. Еще я хотела сказать, что выводит из ткани лишнюю воду и шлаки, прекрасно поднимает тонус кожи, активизирует обмен веществ, повышает эластичность, а также оказывает успокаивающий противоаллергический эффект. Так что здесь однозначно, ну здесь есть еще прибавка, да, то есть, что вот соль вообще мертвого моря, их также используют в косметике для улучшения цвета лица, способствует сужению пор, и кожа становится более гладкой и бархатистой. Глицерин. Для волос он широко применяется в качестве добавки к шампуням или маскам. Это позволяет сделать наши локоны послушными, эластичными, улучшать их структуру и вернуть блеск. Благодаря смягчающим и увлажняющим свойствам он особо полезен тонким, ломким и секущимся волосам. Для жирных волос срезы также находят применение, поскольку именно при жирном типе оно проявляет подсушивающее действие. Это мы с вами разобрали, так сказать, химические, да, то есть, вернее, нам непонятны, нехимические, нам непонятны слова, да, которые мы теперь с вами понимаем, да, то есть, если у вас есть вопросы по этим моментам, можете задать, напишите, если есть вопросы. Если нет вопросов, поставьте, пожалуйста, просто минусики, что нет вопросов, и мы пойдем дальше. Алина, Карина, нету. Ага. А теперь поставьте, пожалуйста, плюсики, кто меня вообще слышит. Алина. Да, напиля. Это все составляющие нашего шампуня. Мы вот сейчас разбираем только наш шампунь по составу, чтобы вы четко понимали, что нет у нас там никаких вредных воздействий, да, то есть различных павов, которые отрицательно воздействуют, про которые очень много пишут, говорят во все рупоры. Вот, но мы сейчас на этом не закончили, мы продолжаем шампунь, ведь у нас еще есть определенные экстракты, которые входят, да, то есть и мы вот сейчас с вами как раз и будем разбирать. Экстракт лимона входит в наш шампунь, да, вот для окрашенных и поврежденных волос. Это традиционное средство по уходу за волосами. Он есть в составе обычно бальзамов, шампуней, масок, ополаскивателей, потому что лимонный сок оказывает питающее, очищающее воздействие на кожу головы, создает антисептическую защиту, избавляет от перхоти и зуда, дает волосам здоровый блеск, останавливает попадение волос, то есть этот концентрат, он просто нам необходим. А вот экстракт яблока, это универсальный компонент, обладает питательным, увлажняющим, витаминизирующим, смягчающим, а также тонизирующими и освежающими свойствами. Экстракт содержит пектиновые вещества, органические кислоты, комплекс витаминов В, каротин, соли, железо и фосфора, флавоноиды, повышает влажность кожи, освежает, придает ощущение прохлады и обновления, смягчает и успокаивает. А следующий экстракт, это экстракт персика. Продуктов по уходу за волосами и кожей головы, такие компоненты добавляются для укрепления волосяных фолликулов, защиты кутикулы и смягчения раздраженной кожи головы. Экстракт плодов персика обладает освежающими, увлажняющими, питательными свойствами. Вот такая прелесть. А еще экстракт манго, получает его как раз из плодов мангового дерева, богат углеводами, протеинами, витаминами А, В, С и Е. Экстракт манго питает, увлажняет кожу, оказывает регенерирующее действие, при использовании для ухода за волосами стимулирует обновление клеток кожи, что очень важно, да, и в соответствии с этим начинается рост волос, защищает кожу и волосы от неблагоприятных факторов окружающей среды. Обратите на это внимание. Сейчас у нас очень сильный фактор, который воздействует, это солнечная активность. А также экстракт киви, который активно используется в шампунях и бальзамах для волос. Он предотвращает сухость кожного покрова, ломкость волоса, удерживает влагу, применяется в лечении дерматитов, обладает восстанавливающими питающими свойствами, а также обладает антистрессовым воздействием. Так что если стресс получили, сразу шампунь взяли и быстренько в душ. Экстракт абрикоса обладает противовоспалительным, омолаживающим, рано заживляющим, антибактериальными действиям. Масло-брикосовые косточки для волос – это отличное средство для питания, увлажнения и защиты кожи головы и локонов от воздействия агрессивных внешних факторов. Опять же, обратите внимание, солнечная активность и защита нашим волосам очень-очень нужна. Также незаменима для использования в летний месяц, поскольку имеет свойство обеспечивать защиту тканей от ультрафиолетового излучения. Кроме того, средство хорошо удерживает влагу в клетках, покрывая поверхность кожи и волос тончайшей пленкой защитной. А вот страшное слово, которое у нас еще было в составе шампуня – бензиловый спирт. Это органическое соединение с приятным запахом и низким уровнем токсичности. Он разрешен для использования в фармакологии как антисептик, обеззараживание препаратов для внутримышечных и внутривенных инъекций, а в парфюмерии как компонент ароматообразующей композиции, и в косметике, естественно, он используется как консервант. Еще одно страшное слово – метилизотиазолин. Это антибактериальный компонент, тоже консервант широкого спектра действия. Добавляются в шампуни, кремы, моющие средства, жидкие мла, особенно для интимной гигиены. Тоже вот такое вот длинное, большое, матершинное слово, но на самом деле ничего страшного. Просто антибактериальный компонент. Есть еще вот такой в состав входит у нас компонент. Метилохлориазолинон. Это тоже органическое соединение, используемое в качестве консерванта во многих косметических продуктах. Шампунях, кондиционерах, а также средства для снятия косметики с глаз. Вышеуказанные средства добавляют в вещество, получаемое искусственно, что дополняет его спектр действия защитными свойствами цвета и состава косметического средства. Мы все с вами понимаем, да, что в шампуни входят у нас различные экстракты, да, то есть им, естественно, нужны консерванты, иначе просто эти средства у вас быстро закиснут, и вы даже не успеете ими попользоваться. Мы покупаем с вами шампунь не на один день, да, то есть, естественно, хотим им пользоваться, чтобы у него был нормальный срок еще. Экстракт цитруса используется большей частью для стабилизации pH баланса, смещения баланса в сторону именно щелочного. Так что цитрик ацет тоже ничего страшного не несет. А вот содиум хлориды, да, то есть, содиум хлориды, есть производные очень похожие слова, вот это действительно не очень хорошее средство, если они входят в состав. Его наиболее распространенная роль хлорида натрия в косметике, это роль загустителя, потому что это обычная поваренная соль, да, используется для заглушения водной фазы шампуней, гелей для душа, очищающих средств для лица. Еще его задача как раз в бьюти-индустрии, это использование в качестве абразива в скрабах и гаммажах. Хлорид натрия является компонентом многочисленных форм, с самыми различными задачами. Отдельного упоминания заслуживает запатентованная формула кротеин, который представляет собой сочетание хлорида натрия и аминокислоты кератина, который используется специально в процедуре кератирования. Вот. И вот такое вот длинное-длинное слово, ну я его переведу просто, не буду много читать, да, водорастворимое масло конопли. Используется в средствах по уходу за кожей защитной косметики, средствах по уходу за волосами и рекомендовано для придания гладкости их сухой кожи. Обладает рано заживляющей способностью за счет стимулирования роста клеток. По высокому содержанию арахидоновой кислоты сравнимо с льняным маслом. И вот еще вот у нас альфа-изометилланонин. Относится к одушкам. Он представляет собой ароматизатор, который обладает приятным запахом. Входящий в состав клубкового порошка альфа-изометил. И он прекрасным образом предотвращает электризацию волос, а хлопковый порошок получает из семян хлопка, которые обладают чистящими, дезинфицирующими и лекарственными свойствами. Его полезные свойства заключаются в том, что он повышает защитные функции кожи, стабилизирует липидный баланс и улучшает структуру кожи. Также он ценится и в дерматологии. Регулирует процессы созревания клеток кожи, придавая ей эластичность и здоровый внешний вид. Способствует восстановлению нарушенных клеток структур, активизирует выработку церамида, выполняет функцию иммуно-регулятора. При местном применении альфа-изометилланонин обладает активным регенирующим действием. Так что хлопковый порошок увлажняет, успокаивает кожу, обладает антибактериальным действием, великолепно питает, предохраняет от излишней потери влаги. А также озамедляет старение кожи, насыщает кожу витаминами, защищает от негативного воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей, способствует снижению разного рода воспаления. Бензил салицилат. Это эфир бензилового спирта и салициловой кислоты в виде бесцветной жидкости с легким цветочным запахом. Является главным составляющим компонентом при сильном кипении эфирного масла туберозы и ланг-и-ланга. В косметических средствах добавляется в качестве поглотителя ультрафиолетовых лучей и ароматизатора. Бутилфенилметилпропионал. Мы с курса на химии, да, то есть аж волосы дымом становятся, когда читаешь такие страшные слова. А вот согласно косметической директиве Европейского Союза, бутилфенилметилпропионал является абсолютно безопасным в составе ухаживающих средств для кожи лица и тела, в составе смывающих средств, шампуня, пенки, для умывания. Вот такие вот интересные у нас составляющие. Иксилциномал используется как ароматизирующее вещество, часто используется в духах, придаётся косметическому средству запах ромашки, является производным кумарина, который имеет запах свежескошенного сена. Чистый кумарин находится в клевере, а производный кумарина находится в травах и кожицинцитрусовых. Это в принципе, и ещё у нас туда входит как раз линонлол, натуральный ароматический компонент, который существует в некоторых ароматических маслах, таких как масло лаванды, бергамода и кориандра. Дезодорирующая добавка. Вот мы с вами сейчас разобрали по запчастям, можно так сказать, наш шампунь, и мы с вами понимаем, что всё, что там находится, это как раз идёт на воздействие, именно с внешней стороны, да, то есть в помощь нашим волосам, кожи, головы. Это очищение и питание, это и минералы, это и витамины, да, то есть и гладкость наших волос, убирается антистатик, да, то есть красивые волосы. Но для того, чтобы волосы наши были красивыми, у нас ещё и дополнительный есть уход, который тоже, кстати, очень нужен, многие им пренебрегают. Вот, на самом деле это очень-очень важно, потому что различные маски, тоники, кондиционеры, они просто нужны. Но не все могут использовать, например, маски, потому что маски оттяжеляют волос, да, и бывает так, что если волос жирный, то становится ещё только хуже от того, что используют маски. Поэтому самый лучший из всех, ну, как бы по моим вот ощущениям, сколько я перепробовала, самое лучшее это использовать кондиционер. Вот о нём мы сейчас тоже с вами поговорим кратенько. Вот, потому что основные части мы уже с вами разобрали, немножко ещё посмотрим на состав его. Вот. И относительно того, что многие используют шампунь-кондиционер, два в одном, я вам хочу сказать, но это на самом деле не есть хорошо. Я разговаривала с косметологом, и она мне вот сказала, что нужно использовать по отдельности шампунь и кондиционер, но никогда ни одно и то же. Вот я всегда привожу очень яркий пример, да, то есть если вы будете нажимать сразу все кнопки на компьютере, то он не поймёт, что вы от него хотите. То же самое с нашей головой. Если мы занимаемся очищением головы, да, то есть мы моем голову, то мы её должны очистить, и только после этого на чистые волосы мы должны ухаживать за ним. Вот. И мы с вами сейчас поговорим о кондиционере для окрашенных плавленных волос. Уход за волосами серия Уэвера был создан для восстановления и защиты волос, подвергающихся стрессам современного образа жизни. Оживляются волосы, помогают им удерживать естественную влагу, облегчают расчесывание и укладку, активно защищают от температурных воздействий во время укладки феном, посещения сауны на солнце, также способствуют сохранению цвета волос, улучшают состояние кожи головы, увлажняют, тонизируют, способствуют уменьшению раздражения и предупреждают появление перхоти. Также придает естественный здоровый блеск, предотвращает ломкость и крупкость волос, делает ваши волосы более устойчивыми к отрицательным воздействиям повреждающих внешних факторов, загрязнением, морская вода, хлорированная вода и так далее. Но в принципе в состав кондиционера входят точно так же все экстракты, о которых мы сейчас говорили, и есть некоторые тоже вот такие вот химические слова, которые я хотела бы с вами тоже разобрать. То есть для чего они у нас находятся. Циариловый спирт. Это смесь цитилового и стиаринового спирта. Может быть натурального или синтетического происхождения. Циариловый спирт натурального происхождения получают из масла кокосового ореха. Он устойчив к воздействию кислорода, света и воздуха. Не подвержен автоокислению. В косметических средствах используется в качестве растворителя, эмульгатора, загустителя, повышает вязкость эмульсионных систем типа масла, вода, а тем самым и стабильность. Так что вы понимаете, что он в нашем кондиционере просто необходим. Циарет 20. Это жирная кислота, смягчающая эмульгирующие противопенообразующие средства, разрушает частицы жира или грязи, способствует их легкому удалению с поверхностью кожи и волос, уменьшает поверхностное натяжение жидкости, улучшает смачивание кожи и волос. Также имеет свойство эмульгатора по типу масла в воде и загустителей. Жирко применяется в рецептурах и формулах для создания лосьонов и кремов. Поликватерниум 37. Это представляет собой многофункциональную кондиционирующую добавку, обладает замечательной способностью по восстановлению поврежденных волос, делая их упругими и шелковистыми, нейтрализует достатки моющих компонентов шампуня, снимая статическое электричество. То есть завершили, как говорится, нашу работу. А вот именно пропиленгликоли, это консервант, очень хороший антистатик, как и глицерин, является эффективным увлажняющим и влагоудерживающим веществом. Поэтому и добавляют во многие увлажняющие средства для волос и кожи. Также помогает поддерживать необходимый уровень увлажнения, вытягивая влагу из окружающей среды и препятствия высыханию. В составе мыл используется для смягчения кожи, в составах средств для волос, облегчает их расчесываемость и увеличивает прочность волос при растяжении. Также пропиленгликоль хорошо работает на сухих волосах и коже, придавая мягкость и эластичность, подобно глицерину, на вьющихся волосах и усиливая завиток. Хочу сказать, что есть даже рецепты, которые используют в домашних условиях, покупают специально глицерин, но там нужно выдерживать тоже определенную дозировку и добавляют в шампуни, чтобы достичь вот таких вот эффектов. Ну, зачем нам теперь бежать искать, как говорится, глицерин, когда он у нас есть в нашем кондиционере. И вот такая длинная формула, да, то есть которая тоже пугающая, на самом деле это название омидиметикон, да, микроэмульсия. Уникальных преимуществ, включая следующее, это вот обеспечивает глубокое кондиционирование, обеспечение целевого кондиционирования в области особо поврежденных волос, защита термических повреждений, увеличивает светоустойчивость, сопротивление накапливанию, придавание блеску и сиянию нашим волосам. Ицетилпальмитат, это сложный эфир, производимый из растительных компонентов, обладает рано заживляющими, смягчающими, противовоспалительными действиями по своим свойствам и детично к китовому жиру. Есть еще вот такие, да, то есть у нас название, это всего лишь масло-водоэмульгатор. И гидрогенизированное кастровое масло, БЭК-40, да, о котором мы говорили уже, я не буду его повторять. И глицерилстероцитрат, природный эмульгатор, типа вода в масле, мы тоже с вами об этом говорили. Это то, что входит как раз в состав нашего кондиционера. То есть это различные эмульгаторы, которые позволяют сохранить все нужные свойства для дополнительной защиты уходу нашим волосам. Ну, у нас есть еще шампунь для всех типов волос, да, то есть мы вот эти уже формулы с вами разбирать не будем, а буквально поговорим о его других составляющих. Этот шампунь, на самом деле, содержит экстракт тоже алоэ вера, который будет способствовать росту здоровых волос. Улучшает их качество, придаст объем и красивый блеск, да, то есть мы с вами знаем уже. Но здесь у нас уже состав немножко другой, да, то есть меняется, потому что сюда у нас входит жирные кислоты, конопляное масло, также сюда у нас входит экстракт из семи трав, о которых мы поговорим, соли мертвого моря, да, и вы поймете, какое воздействие оказывает именно этот шампунь. Полевой хвощ для волос. Это вот на самом деле настоящая находка для слабых, ломких волос, лишенных блеска. Удивительно, но на самом деле, несмотря на обширные косметические свойства, хвощ в уходе за волосами вовсе не пользуется популярностью наших женщин. И зачастую напрасно, ведь комплект биологически активных веществ, содержащихся в хвощи, поистине спасительен для нашей шевелюры. Помимо профилактического ухода, полевой хвощ восстанавливает, укрепляет их структуру и способствует активному росту волос, что весьма ценно для желающих быстро отрастить свои волосы, используя для этого натуральные компоненты. Не только укрепление, но и мощная профилактика грибковых заболеваний кожи, головы и появление перхотя. А питательные вещества, содержащиеся в растении, способны обеспечить комплексное питание волос, что непременно сказывается на их внешнем виде. То есть, ломкость, тусклость, выпадение уйдут на задний план, если регулярно в уходе за волосами и применять целительную силу этого растения. Но я вам хочу сказать, насколько он доступен, да, можно это покупать в аптеке, но я хочу сказать, это целая история, да, и многие со мной согласятся, что просто так вот взять, заваривать, делать отвары, какие-либо, да, использовать средства не всегда у нас получается, просто физически не хватает времени. А еще здесь очень важно, я когда-то в свое время занималась изучением именно травами, да, то есть как их собирать, что для этого нужно, как сушить. Я хочу сказать, это на самом деле очень серьезная такая наука, и, например, не всегда я на сегодняшний день доверяю травам, которые находятся у нас в аптеке. Вот так вот. А вот продукт, извлекаемый из яснотки белой, да, то есть, или еще ее называют глухая крапива, на самом деле это многолетнее сорное растение семейства губоцветных. В цветках листьев яснотки содержатся дубильные вещества, алкалоиды, флавоноиды, растительная слизь, гликозиды, кератин, витамин С, экстракты, соки, настои оказывают витаминизирующее, общее укрепляющее, противовоспалительное, бактерицидное действие и рекомендуется использовать средства по ходу заживной и проблемной кожи, против угревой и гнаничковой сыпи в шампуне. А вот еще одна крапива, которую мы с вами очень хорошо знаем, да, то есть это крапива двудомная, ее польза как раз заключается в следующем, да, то есть это уничтожение перхоти, избавление от чрезмерной жирности, усиление роста волос, предотвращение выпадения ломкости, локоны после применения отвара становятся гуще, пропадает тусклость, уступает вместо блеску. Кто-то, может быть, в свое время сталкивался, поставьте, например, пятерочки, кто уже в свое время использовал отвары крапивы и полоскал волосы, может быть, у бабушки в деревне когда были, да, то есть ухаживали таким образом на пиля, ага, вот, я тоже в свое время этим занималась, потому что крапивы было очень-очень много, это действительно очень хорошее укрепляющее средство, вот, также избавляет осекущихся волосков, добавляет гладкости и упругости, также очень хорошо после шампуни, да, промывает волосы, я хочу вам сказать, на самом деле, защита от него очень хорошая, именно от такого отвара, а также обогащает витаминами и иными полезными веществами, устраняет воспаление, кожный зуд, язвочки на коже и в целом укрепление локонов, то есть вот такой вот классный продукт, о котором мы сегодня с вами еще поговорим, а вот польза травы для волос объясняется содержанием ценных химических элементов, то есть здесь у нас входит в состав стерины, благотворная, которая влияет на воспалительные процессы кожного покрова, тониды, предотвращают облысение, стимулируют рост новых волос, каротиноиды придают волосам мягкость, шелковистость и красивый блеск, мать и мачеха это настоящее спасение для волос при сильном выпадении пехоти, сибореи и жирности корней, вот такое вот вроде неказистое растение с такими яркими цветочками, но вот на самом деле вот такие вот эффекты от него, а также сюда входит у нас березовый сок чем же он нам полезен большую часть состав березового сока занимает вода но вода это очень мягкая и чистая так как ее цель донести питательные вещества даже к самой дальней веточке дерева чтобы почки набрали сил и распустились в листья вода из березового сока не сравнится ни с водопроводной ни даже с самой дорогой минеральной это настоящий подарок природы кстати вот в соке много минералов есть дубильные вещества изрядная доля витамина С повышенная кислотность очень полезна для волос так как нейтрализует действие моющих средств и разрушает силиконовую пленку которая остается на прядях волос после применения большинства шампуня ну а питательные свойства березового сока укрепляют волосыные луковицы и насыщают кожу головы ромашка аптечная она обладает отбеливающими увлажняющими питательными и успокаивающими также дезинфицирующими противоспалительными заживляющими свойствами ромашки для волос это обусловлено содержанием эфирных масел витаминов минеральных веществ и красителей ополаскиванием волос ромашкой кстати тоже в деревне у бабушки очень часто такое делали осветляет прядь скрывает седину придает здоровый блеск прядям делает локоны гладкими мягкими шелковистыми также насыщает питательными веществами избавляет от перхоти предотвращает спутывание и улучшает кровообращение в волосяных луковицах потому что если там будет нарушено то наш волос нас быстро будет покидать укрепляет поврежденные пряди ускоряет рост локонов и избавляет от жирности и вот такой вот еще у нас есть экстракт то есть это лопух для волос он кстати не зря был столь любимым нашими предками лопух имеет очень серьезные такие лечебные свойства которые поистине уникальны это настоящий кладезь витаминов и минералов которые доступны нам без каких-либо ухищрений листья и корни лопуха содержат полезные эфирные масла белок крахмал витамины групп А, Б, С, Д, Е дубильные вещества также растение обладает прекрасными противовоспалительными свойствами рано заживляющими придает волосам блеск прекрасно борется с перхотью укрепляет локоны придает им силу шелковистость и восстанавливает после окрашивания химических завивок также полезные свойства это имеются да то есть такие вот великолепные и противопоказаний практически отсутствуют поэтому позволяют считать лопух одним из самых лучших растений для нашей красоты вот свойства конопляного масла который входит в состав позволяет ухаживать за локонами оздоравливать омолаживать кожу головы и важными качествами это естественно опять же противовоспалительные заживляющие регенерирующие питательные смягчающие увлажняющие то есть ухаживая за волосами посредством масла из семян конопли можно вылечить такие проблемы как перхоть сухость слабость отсутствие блеска выпадение волос посеченные кончики конопляное масло успешно справляется с псориазом экземой жирной и сухой сибореей средства подходят для сухих поврежденных волос применение на жирных локонах способствует сужению пор и сальных протоков что уменьшает выделение жира кстати конопляное масло превосходно увлажняет локоны восстанавливает их эластичность и делает вьющиеся волосы послушными блестящими также активными веществами масла являются жирные кислоты это пальмитиновая олеиновая линолевая линолевая линолиновая стеариновая омега 3 и омега 6 также конопляное масло богато такими витамины как А, С, Е, К, Д группы В аминокислоты холин соли калия цинка магния фитостеролы марганец сера то есть все что нужно нашим волосам ну мы об этом уже тоже говорили про кастровое масло да то есть не буду я его повторять уже кондиционер да то есть ну естественно кондиционер это дополнительный уход но самое важное я хотела сказать что здесь еще у нас входит очень важный такой компонент как силикон который содержит кондиционер также придает блеск обеспечивает эффективный уход за волосами которые подвергают регулярному термическому воздействию защищают волосы при сушке феном и разглаживанию утюжком вот вот такие вот прекрасные средства которые у нас есть в наличии которые вы можете себе позволить для ежедневного использования и хочу еще немножко с вами поговорить и дать несколько рекомендаций по уходу за волосами то есть еще очень важно мыть голову правильно да то есть на самом деле это целое дело и в условиях современной экологии очень важно регулярно правильно мыть волосы так как в них накапливается мы уже говорили пыль и грязь от окружающей среды а также остатки различных средств для укладки волос кто использует вот и вот в этом материале который мы сейчас с вами будем проходить вы как раз узнаете как правильно мыть голову и волосы да какой водой лучше мыть как правильно расчесывать и как их сушить но и это тоже еще не все вопрос как часто мыть волосы кто знает как часто мыть волосы напишите пожалуйста один-два раза в неделю совершенно верно один-два раза в неделю напилят тоже верно смотря у кого какая структура какие волосы да это действительно на самом деле так есть да то есть нужно систематически мыть голову не режь одного раза в 6-7 дней при здоровых волосах волосы надо мыть их по мере загрязнения слишком часто конечно они стоят ну и допускать чрезмерного загрязнения тоже я скажу не стоит потому что появляется зуд также слипающиеся волосы появляется перхоть и здесь нужно положиться на свои собственные ощущения вот на сегодняшний день лето, жара да то есть если вы очень часто находитесь при городском смоге да то есть естественно ваши волосы загрязняются обязательно нужно приходить с улицы когда вернулись домой и принимать душ да то есть нужно смывать и побрять обязательно так что сказать прям конкретную цифру действительно очень трудно она будет индивидуальная но вот не забывайте да что частота волос действительно целый ряд факторов тип волос длина волос характер работы время года питания различные средства для укладки а также потребление с пищей большого количества углеводов сахара мучной сладости жиров высококалорийной пищи в немалой степени также влияет на быстроту засаливания волос так что тем кто ежедневно пользуется средствами для укладки волос лучше мыть волосы каждый день специальными мягкими шампунями вот о которых мы сейчас с вами как раз и поговорили вот чаще нужно мыть конечно голову зимой поскольку головные уборы не позволяют нашей голове дышать из-за чего волосы быстро становятся жирными перед мытьем волосы необходимо тщательно расчесать особенно если они длинные это позволяет вымыть из волос чешуйки отмерших клеток кожи число которых после расчесывания увеличивается и в результате волосы поразят вас чистотой и блеском но и сам процесс расчесывания это тоже немаловажная роль в здоровье да и красоте ваших волос здесь еще будет играть выбор расчески для волос расчески и щетки для волос это не только распутывает расчесывает волосы но и оказывает массажное действие на кожу головы стимулирует кровоснабжение кожи головы корней волос а это в свою очередь конечно влияет на рост также расчески снимает уличную пыль статическое электричество не вступает в связь с полезными веществами при нанесении маски для волос также расчески из натурального ворса придают блеск волосам именно поэтому к выбору расчески нужно подходить с большим усердием и вниманием так как же все-таки выбрать расческу да то есть вот на самом деле существует несколько критериев это тип волос кожи головы материал из которого изготовлена расческа задачи конечно которые мы на нее возлагаем также у расчесок не должно быть острых краев зубчиков должны быть закругленные отшлифованные отполированные так как острые грани легко рвут и ломают волос и могут повредить кожу головы я вот хочу вас попросить девочки поделитесь пожалуйста у кого какие вот есть расчески кто какой расческой пользуется массажной отлично тоже массажной ну вот на самом деле несмотря на то что волосы у нас разные но и для достижения определенных каких-то целей результатов нужны и разные расчески существуют следующие виды расчесок это деревянные металлические пластиковые керамические костяные недавно появился новый класс расчесок силикона это сплав пластика и силикона расчески не электризуют волосы их легко мыть обычно силиконовые расчески кремового цвета имеют гравировку антистатистические преимущества деревянных да то что что это за расчески а на самом деле деревянная расческа с редкими зубьями идеально подходит для расчесывания мокрых волос так как меньше других повреждает волосы равномерно распределяет маску по волосам отлично подходит для расчесывания длинных волос по всей длине также деревянные массажные щетки подходят практически всем но более предпочтительные такие расчески для тонких и ломких волос. Существует и минус нелакированных деревянных расчесок. Такие расчески впитывают кожное сало и грязь. Именно поэтому дерево должно быть как следует отполировано. Особенно ценятся деревянные расчески, выпиленные вручную, в чем должна присутствовать соответствующая пометка на упаковке. Расчески, сделанные из березы, усиливают действие полезных веществ. Дуб оказывает антистатическое действие. Расческа из можжевельника снимает стресс, но для того, чтобы деревянная расческа полностью раскрыла свои полезные свойства, она не должна быть покрытой лаком. Щетки с натуральной щетиной. Покупая такую щетку, следует обратить внимание на то, из какого материала изготовлена ручка данной расчески. Лучше, если это будет прорезиновая или силиконовая ручка и обеспечивает удобное ее использование и не выскальзывает из рук во время сушки волос фена. Также важным критерием выбора таких расчесок является щетина. В идеале она должна быть натуральной ворс дикого кабана. Определить натуральный ворс или искусственный очень легко. При нагреве натурального ворса феном она начинает издавать запах паленого. Расчески с натуральной щетиной стоят дороже, чем обычные пластиковые расчески, но она того стоит. Это самые щадящие расчески для ваших волос. Они не повреждают волос, не травмируют кожу головы, хорошо распутывают волосы, не электризуют их. Если по каким-то причинам вы выбрали расческу из пластиковой щетины, важно провести такой щеткой по ладони, дабы убедиться в том, что она не царапает кожу вашей головы и не повредит волосы. Если нет, то можно смело приобретать такую расческу. Но помните о том, что такая щетина быстрее выходит из строя и выпадает. Так что любую расческу предпочтите не покупать в специализированных магазинах для парикмахеров, дабы избежать различных подделок. Дополнительные плюсы расчесок из натуральной щетины отлично массируют кожу головы, придают волосам блеск и гладкость, профилактика секущихся кончиков, также равномерно распределяют кожное сало по всей длине волос, что замечательно для сухих и нормальных волос, но увы, не лучшим образом отразится на жирных волосах. Волосы будут выглядеть неопрятно и более жирными, чем обычно. А минусы таких расчесок, это щеткам из натуральной щетины проблематично расчесать густые, вьющиеся и путающиеся волосы. Таким волосам оптимально подойдут комбинированные щетки из натуральной щетины с пластмассовыми зубьями. Они расчешут волосы и придадут им блеск. Как уже я говорила, такие щетки не подходят для жирных волос, так как они распределяют кожный жир. Но можно не трогать корни волос такими щетками, что придаст блеск вашим волосам. Также расчески из натуральной щетины требуют частого ухода за собой. Их нужно мыть не реже одного раза в неделю. И цена, конечно, таких расчесок из натуральной щетины на порядок выше других расчесок. А вот расчески для кудрявых волос. Это красота, от которой многие пытаются избавиться. Счастливыми обладательницами кудряшек просто не обойтись без расчески с очень редкими зубьями, для того, чтобы легко и просто расчесать ваши локоны. Также не помешает таким волосам и массажная щетка. Такая расческа идеально подойдет для вечернего использования. У правильной массажной щетки расческа на концах каждого зубчика имеется шарик, который не царапает кожу головы и обеспечивает прекрасный массаж. Это усиливает кровообращение кожи головы, улучшает питание, рост ваших волос. Особенно такая процедура полезна перед сном. Но не стоит злоупотреблять такими процедурами. Для нас, потому что имеющийся жирный тип волос, у кого есть, естественно, будет выработка еще больше. Для укладки лучше подходит, конечно, круглая расческа. Чем длиннее ваши волосы, тем объем не должна быть щетка. Также удобнее расчесывать и укладывать длинные волосы, предотвращая их спутывание. Как же правильно все-таки расчесывать волосы? Есть несколько секретов. Ни в коем случае нельзя расчесывать мокрые волосы, так как влажные волосы при расчесывании сильно растягиваются, нарушается их структура, отславиваются чешульки и волосы начинают сечься. Волосы обязательно должны подсушить полотенцем, либо феном. Но самый оптимальный вариант для сушки волос – это комнатная температура. Если у вас есть такая возможность не использовать фен, дайте натурально высохнуть вашим волосам. Также при сушке феном волосы пересыхают, ломаются. При трении волос полотенцем концы волос начинают сечься. Начинать расчесывать волосы лучше с кончиков, плавно переходя к корням, так как они быстрее начнут расчесываться и без образования запутанных комков. Запутанные комки волос не стоит пытаться распутать, снова и снова проводя по запутанному комку расческой. Волосы опять же в тот момент ломаются и секутся. Лучше попытаться распутать волосы вначале руками, а затем уже помочь расческой. И в заключение я конечно бы хотела сказать, да, то есть есть такие еще моменты. Не перетягивайте волосы тугими и узкими резинками. Это приводит к сильному стягиванию волос, что повреждает буковицу и начинается их выпадение. Лучше использовать мягкие и широкие резинки для волос. Использование металлических заколок также неблагоприятно отражается на здоровье волос. И лучше от них отказаться. Выбирайте правильные расчески, которые подходят именно вашим волосам. Пусть ваши волосы исключают здоровье, блеск, радуют вас и окружающих своей красотой. И мы вернемся с вами все-таки к этому целому делу, как нам все-таки помыть голову. Очень важно наносить шампунь на голову всегда дважды, в течение одного мытья. Это связано с тем, что при первенном мыливании с волос удаляется только часть грязи, пыли и кожного сала. Считается правильно наносить шампунь не на волосы, а на кожу головы, либо на ладонь. Особенно если это концентрированный шампунь. Растерев его небольшим количеством воды, затем наносить уже на кожу головы. Следует хорошо смочить теплой водой волосы. Далее кончиками пальцев, не ногтями, а именно кончиков пальцев, вботрите шампунь в коже головы и ладонью. Равномерно распределите шампунь по верхнему слой волос. Это можно сделать как можно быстрее, так как шампунь должен находиться в контакте с волосами не более минуты этого времени. Достаточно для полноценного ощущения. То есть переходим ко второй фазе, то есть второй раз наносим и второй раз уже очищаем полноценно, полностью. Также во время мытья головы всегда следует двигаться от корней волос к их кончикам, так как это направление совпадает с направлением чешуи кутикулы. Голову моют осторожно, круговыми движениями пальцев, чтобы не поцарапать кожу головы ногтями. Также мытье головы рекомендуется сочетать с массажем волосистой части головы. Легкий массаж головы при втирании мыльной пены способствует усилению кровообращения, улучшает местный обед в тканях. Длинные волосы желательно не запутывать во время мытья, чтобы потом их не повредить при расчесывании. И во время мытья не следует терять сильно волосы друг от друга. То есть вы не тряпочки стираете, а очень бережно нужно очищать волосы, чтобы не повредить стержень и кутикулу волоса. Опять же, какой водой мыть волосы? Первостепенное значение имеет, конечно, качество воды, которой мы моем голову. Совершенно непригодна для этих целей жесткая вода. Мытье жесткой водой не только не очищает, но и портит волосы. Находящийся в жесткой воде, соль и кальций образуют нерастворимый осадок, покрывает он наши волосы серовато-белым липким налетом. То есть кто сталкивался, знает, да, то есть когда вода плохая, идет из крана жестко, то вроде помыла голову, а потом все равно такое ощущение какого-то налета. Содержащиеся в жесткой воде соль и кальция, магния и железо пагубно воздействуют на волосы. Именно они способствуют появлению сухости и шелушению. Волосы склеиваются, а по высыханию становятся жесткими, сухими и легко обламываются. Так вот, что хочу сказать. Конечно, лучше всего волосы мыть дождевой водой, талой или ключевой, или дистиллированной. Но, к сожалению, в наше время получить дождевую качественную воду, это уже, по-моему, нереально, да, то есть я не знаю, где ее можно найти хорошую. Талая тоже уже под вопросом у нас, да, стоит, что не знаю, где у нас находятся такие уже чистые источники, что можно найти воду такую. По-моему, человек везде уже успел побывать и все испортит. Поэтому, естественно, если у вас есть дома специальная система чистки воды, можете очищать ее, ну и в крайнем случае мыть волосы кипяченой водой. Также не рекомендуется мыть волосы слишком горячей или слишком холодной водой. Чем жирнее волосы, тем прохладнее должна быть вода. Оптимальная, конечно, это 35-45 градусов, чуть выше температуры тела. Сушка волос. Тоже очень важный процесс. Вытирать волосы лучше всего теплым полотенцем. Вытирать волосы надо легко по направлению чешуи к кутикулы, то есть от корней волос кончиком. При этом не стоит делать это слишком усердно. Вытирать волосы на сухо не стоит. Нужно после мытья волосы, да, то есть они как раз у нас очень поврежденные, вернее, чувствительные к повреждениям. И самое лучшее, конечно, сушка является естественным высыханием волос, иногда с использованием теплого полотенца. Также нельзя допускать, чтобы волосы сохли сами по себе на холоде. Лучше обмотать голову теплым полотенцем, оно впитает влагу. Очень плохо сушить волосы на солнце, так как лишнее количество ультрафиолета еще никому не приносило пользы. А влажные волосы являются слабо защищенными от нижних воздействий. Если вы решили сушить волосы на солнце, то покройте голову платком. Также быстрое высушивание феном или сухим жаром очень вредно, так как волосы легко пересушиваются, делаются хрупкими, ломкими и опять же секутся. Летом полезно сушить волосы на открытом воздухе. Сбившиеся, спутанные длинные волосы надо осторожно разобрать руками, отжать их между кончиками пальцев и заставить распущенные до полного высыхания. Если высушить волосы нужно быстро, то используйте режим холодной сушки, держа фен на расстоянии не менее 40 см от головы. После купания в соленой воде волосы следует промывать, так как сочетание соленой воды и ярких солнечных лучей делает волосы ломкими. Вот такие вот как бы небольшие рекомендации, которые я сегодня вам хотела дать относительно ухода, внешнего ухода за волосами. Мы с вами разобрали по составу полностью все наши шампуни. Если у вас есть какие-то вопросы, девочки, задаем. Если нет, то я еще немножко задержу вас и расскажу о внутренней красоте ваших волос или чем вы можете себе помочь. То есть мы с вами уже в первой половине нашего вебинара уже поняли, да, что есть еще причины внутренние, по которым есть проблемы с волосами, да, с кожей головы. И как можно себе в этом плане помочь, да, то есть без сильных затрат, времени, да, средств, но действительно качественно. Так, есть вопросы? Так, отлично. Раз вопросов нет, мы с вами пойдем. И я хочу с вами поговорить немножко о таком продукте нашем, как пищевая добавка концентрат алоэ вера с экстрактами трав. Это очень серьезный продукт и только о нем я сегодня буду говорить, потому что это продукт действительно очень важный для каждого человека, независимо от возраста, потому что все те вещества, которые входят в его состав, они действительно друг друга дополняют и помогают нам получить действительно здоровье и красоту. А вот первый, конечно, это алоэ вера, да, то есть мы, вот давайте не будем прям очень-очень много о нем говорить, ну постараюсь вкратце, да, то есть мы с вами знаем о нем уже. Это действительно сокровищница природы. У нас четыре растения, которые нужны человеку для жизни. Зерно, виноград, алива и алоэ. Зерно кормит, вино радует, алива дает гармонию, а алоэ лечит. Это еще сказал Кристофор Колумб. И многие европейцы путают алоэ столетник и алоэ вера, не зная, что это два совершенно разных вида алоэ. На самом деле их известно около 300 видов и алоэ вера, он является иммуномодулятором, а алоэ столетник это биостимулятор. Так вот алоэ вера барбадентис мили, универсальное средство, выполняющее несколько функций, обезболивающее антимикробную, противовоспалительную функцию мощного иммуномодулятора, противоопухолевого средства и антиоксиданта, что нам как раз с вами нужно. Так вот попробую по мере возможности как бы объяснить быстренько свойства алоэ вера. Тут как раз славу, которую мы знаем, создали вокруг него совершенно очевидный бум. Много компаний на сегодняшний день устремило взор в эту сторону. Это вот последнее десятилетие нашего века. Прежде всего его биохимический состав. В геле, так называются соки мягких листьев алоэ, содержится более 200 питательных компонентов. Фолиевая кислота, 18 минокислот, 12 витаминов и в том числе очень редкий в растениях витамин В12. К тому же ученые всего мира продолжают открывать новые. Одно из недавних открытий, содержащихся в алоэ вера барбадентис мили, полисахарид ацимонан. Ацимонан усиливает активность макрофагов и нормальных киллеров клеток иммунной системы, которая уничтожает все инородные клетки в организме, в том числе и опухолевые. Ацимонан это макромолекула, растворимая в воде, обладает сильным иммуностимулирующим действием, способствует регенерации микроэлементов, играющую важную роль в уничтожении опухолевых тканей. Экстракт корня одуванчика достаточно часто применяется в народной медицине. Хочу сказать, что именно продукт алоэ вера концентрат это все забытое старое в новом флаконе, да, который нам дает такие возможности сегодня восстановить наш организм. Я просто очень прошу вас, да, вникнуть в этот продукт и понять, что это вот действительно кладезь питательных веществ, да, которые очень-очень нужны нам. И вот хочу сказать, что благодаря входящему его составу инулину, он помогает бороться с желчью, помогает восстановлению печени, желудка и других органов. Также корня одуванчика можно заготавливать, собираясь самостоятельно, да, поздней осенью, ранней весной, но я уже как говорила, это нужно знать, как правильно делать, это не просто так. Так вот, отвары и экстракты из корня одуванчика обычно используются для улучшения аппетита, стимулирования пищеварения, авитаминозов, да, если мы с вами знаем, что у нас волосы страдают от авитаминоза, это тот продукт, который вам просто показан в данном случае для восстановления этой проблемы. Также различные типы диабета, а диабет это одна из причин, то есть у нас всегда ногти, волосы это первое, что показывает о нашем нездоровье, да, то есть и диабет он не является исключением. Также устраняются проблемы в работе желчного пузыря, печени, приводит в норму процесса обмена веществ, улучшает состояние суставов. Также устраняются различные болезни кожного покрова, как листья одуванчика, так и его корень могут использовать для проведения эффективной чистки всего организма, а мы с вами уже сегодня тоже говорили, да, что чистка организма нам очень нужна, потому что это здоровье, которое сказывается опять же на наших волосах. Также помогает быстро и мягко вывести все шлаки с токсинами, успевшие скопиться за долгое время. Это то, что касается корня одуванчика. Также польза корня одуванчика применяется для лечения сахарного диабета, да, гастритов, как я уже сказала, секреторной недостаточно. Полезен будет при анатонических, хронических запорах, заболеваниях селезенки, желчного пузыря и почек. Также благотворное влияние при холонгитах, холециститах, гепатитах, желчекаменной болезни, способен в улучшении состояния при склерозе. Также корень одуванчика будет незаменим для улучшения обмена веществ в качестве снотворного и успокоительного средства, используется при расстройствах нервной системы. Так что если у вас есть какие-то из этих признаков, да, то есть или предрасположенность, то вы можете в качестве профилактики обязательно пропить этот продукт. Также чертополох молочный, он усиливает детоксикационную функцию печени, да, то есть помогает ей, защищает клетки печени, способствует их регенерации, обладает противовоспалительными оксидантными свойствами, способствует нормализации холестерина, улучшает состояние кожных покровов, повышает секрецию желчи, препятствует разрушению гипотоцитов, благотворно влияет на пищеварение, так как достаточное количество желчи обеспечивает полное переварение жиров и оптимальное усвоение жиростворимых витаминов, которые как раз если нам не попадут, не усвоятся в нашем организме, они не попадут как раз в структуру нашего волоса и соответственно возникает авитаминоз. Вследствие по цепочке мы приходим к очень серьезным проблемам. Также является дополнительным источником флаволин гнанов. Хочу обратить ваше внимание, что мы очень много говорим именно о желудочно-кишечном тракте, то есть что эти как раз растения, они оказывают именно еще на это воздействие. На самом деле это очень важно, потому что наш иммунитет это вот наш здоровый желудочно-кишечный тракт. То есть если у нас там все в порядке, значит у нас все химические процессы идут в норме, то есть у нас каждую секундочку все клеточки взаимодействуют. И если где-то есть нарушения, а не дай бог это действительно желудочно-кишечный тракт, то у нас нарушаются полностью все системы, которые сказываются в этом очень серьезные проблемы со здоровьем. Кому это рекомендовано, то есть какие показания к применению идут? Это при острых или хронических заболеваниях печени, при гепатитах, желтухе, колике, цирроз печени, при холецистите, при воспалении желчных протоков желчекаменной болезни, псориаз, сахарный диабет, а также хочу обратить внимание, аллергические заболевания, различные кожные высыпания, заболевания женско-репродуктивных органов, облысения, злопоутребление алкоголем, антибиотиками для людей, живущих в неблагоприятных экологических условиях. То есть это очень серьезные показания. Самое главное понимать, если у вас есть такие серьезные уже заболевания, то вы должны понимать, это не лечение, это помощь вашему организму. Вы делаете профилактику, если у вас есть предрасположенность, например, у вас в роду есть, например, родственники, у которых есть проблемы с расширением вен, то есть болезни крови, или витирига, да, то есть у вас есть склонность к сахарному диабету, пожалуйста, используйте это именно в качестве дополнительного восстановления, да, то есть в помощь вашему организму, в качестве профилактики. А вот крапива двудомная, это еще один составляющий, да, этого вот как раз концентрата нашего алоэвера, это уникальный поливитамин, причем витаминами он просто насыщен. Если взять, например, для сравнения скорбиновой кислоты, то в крапиве ее в два раза больше, чем в лимоне и в черной смородине. Вот казалось бы, да, то есть сорняк, который мы с вами с детства знаем, и я вам говорила, что мы сегодня не еще поговорим, да, то есть мы говорили об уходе за волосами снаружи, а сейчас мы говорим о той помощи, которую можем с помощью вот именно вот такого состава помочь нам изнутри. А по уровню каротина она составляет позади морковь, облепиху и щавель. В 20 крапивных листиках содержится суточная норма витамина А, но кроме того, витамины К, Е, В имеются в ней в небольшом количестве. А еще микроэлементы, например, такие как кальций, медь, магний, железо и многие другие. Также крапива богата тупильными веществами, флавоноидами, тайнином, органическими кислотами, хлорофилом и прочее, прочее, прочее. Вот такой вот богатый продукт, да, то есть эти свойства крапивы, настолько вот, ну, содержащие биологически активные вещества, оказывают общеукрепляющее действие, да, способствуют повышению иммунитета, о чем мы с вами говорили, являются отменным профилактическим средством от многих недугов. Также крапива восстанавливает работоспособность поврежденных органов, в целом нормализует функции всего организма. А из-за насыщенности органическими кислотами это растение повышает сопротивляемость организма токсическим веществам, бактериям, радиации и нейтрализует кислородную недостаточность. А из-за наличия хлорофила, беспримеси иных пигментов, крапива как раз повышает тонус кишечника, нормализует работу ЖКТ, восстанавливает репродуктивные функции в человеческом организме, останавливает кровотечение и способствует заживлению ран. Также крапива при кровотечениях особенно часто используют в народной медицине. А секретин, содержащийся в ней, стимулирует образование инсулина, а значит снижает уровень сахара в крови и противодействует сахарному диабету. Желчьи и мочегонные свойства незаменимы при лечении болезней почек, желчного пузыря, печени и желудочно-кишечного тракта. Какая же польза для здоровья именно женщин? Я вот очень прям делаю акцент именно для женщин, именно этот продукт в большей степени, потому что я сама его испробовала, получила на нем колоссальные результаты и с первого же вот как бы первой бутылочки приема четко сказала, что этот продукт, он должен быть у каждой женщины обязательно пропивать, пропивать и пропивать для своего здоровья. Крапива, она по содержанию своих полезных веществ может поспорить, как я уже сказала, да, с черной смородиной, но я хотела бы вот сказать, что она применяется при лечении широкого спектра заболеваний, в том числе и гинекологических. И приведем несколько вот полезных как раз для женщин рецептов, да, то есть что она нам дает, то есть укрепляет рост волос, да, дает, мы об этом говорили, сокращение кровотечений, облегчает менструальный период, сокращение новообразования в женских органах. Для этого рекомендуется пить отвар из крапивы трижды в сутки. Ну, представьте, вам делать как раз эти отвары, когда у нас есть, вот оно вот под рукой, да, то есть, как говорится, протяни руку и возьми. И вы это можете взять с собой в дорогу, где бы вы ни находились, очень удобный флакончик, 100 миллилитров всего, да, удобно и в сумочку положить, он всегда у вас будет под рукой, где бы вы ни находились. Также для лечения заболеваний суставов, в борьбе с проблемами суставов необходим, конечно, тоже настой, да, то есть, но в нашем случае наша компания о нас настолько позаботилась, что нам уже не надо высчитывать дозировки, количество температуры, да, то есть, как заварить, сколько настоять, а уже использовать вот этот вот процесс. Но, кстати, я хочу сказать, что он помогает и мужчинам, да, то есть, мужскому полу, помогает вернуть свою мужскую силу, импотенция, проблемы мочеполовой системы, отсутствие сексуального влечения, а во всем этом помогут забрать простые рецепты из крапивы. Также лечение заболеваний мочеполового характера, да, то есть, здесь рекомендуется приготовить настойку из одной столовой ложки измельченной крапивы, одного литра кипятка, вот, полчасика там настоять нужно, да, употребляют по 70 грамм, 3 раза в день, когда можно у нас 2 раза по чайной ложечке и как раз решить все эти вопросы. Повышение потенции, в данном случае есть множество рецептов народной медицины. Жгучая крапива помогает мужчинам при аденоме простаты. Вот представьте, как можно заставить мужчину пить отвары, ну это, я думаю, что многие женщины со мной согласятся, очень сложно их привлечь к этому процессу. Но выпить, по крайней мере, уже концентрат, это намного проще и легче сделать. Из своего опыта делюсь. И еще один составляющий, это холин, питательное соединение, которое по своему составу является витаминоподобным, его еще называют витамином В4. Своё название он получил от греческого слова, которое переводится как «желчь». Дело в том, что некоторое количество холина может производиться самой печенью, но не всегда его достаточно. А вот функции холина в организме человека, да, то есть вообще впервые было признано для человечества незаменимым, да, и очень важным, в 1998 году, кстати, не так давно. Вот, и витамин В4 обладает мембропротекторным свойством, то есть помогает сохранить мембрану клеток, обеспечивая их нормальное функционирование. Стенки нервных клеток влажными и маслянистыми. Холин помогает поддержать правильную консистенцию. Без него окисляется холестерин и образуется соединение с замертвевшими клетками белка. А это приводит к образованию уплотнений. Так что клетка нерва не получает нужных питательных веществ и отмирает. Также важное свойство холина – это снижение уровня холестерина в крови. Также он положительно влияет на нервную систему, оказывая антидепрессативное действие. В процессе обмена веществ с холина получает волокно со способностью передать нервные импульсы. И в нужное время механизмы срабатывают, образуют гормоны, положительно влияющие на работоспособность мозга и общее состояние человека. Хотела бы я немножко еще затронуть, как воздействует холин у нас на сердечно-сосудистую систему. Он хорошо уравновешивает количество вредного и полезного холестерина в организме, склоняет чашу весов на сторону второго. И благодаря этому он является хорошим средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Нервную систему влияет таким способом, как расслабляющее и успокаивающее действие. Также борется с признаками депрессии. Дело в том, что он препятствует разрушению защитной оболочки нервных клеток, миелина, благодаря чему позволяет нервной системе долгое время оставаться в порядке. Также медики отмечают, что холина активизирует работу головного мозга и улучшает память. Так что эксперты показали, что после применения холина группой испытуемых их память и сообразительность улучшились. Если у вас уже есть к этому склонности, так что это обязательно вам пригодится. Отмечается также положительное воздействие холина на плод. Находясь в утробе матери, ребенок не может сам вырабатывать холин. Однако данное вещество способствует формированию более высоких умственных способностей. Пищеварительная система. Холин хороший гепатопротектор. Он позволяет печеночным клеткам быстро восстанавливаться после разных токсических воздействий. В том числе алкоголя и наркотиков. Кроме того, холин препятствует образованию камней в желчном пузыре и чрезмерному образованию желчи. Несомненное достоинство это его способность растворять с помощью ферментов жира. Он помогает избежать дистрофии печени при ожирении и может помочь в похудении. Также благодаря витамину В4 в организме человека лучше усваиваются жирорастворимые витамины, такие как А, Е и К. И репродуктивное значение. Холин это одно из веществ, участвующих в воспроизводстве человека. Он повышает активность сперматозоидов и кроме того, благодаря холину снижается риск воспалений предстательной железы. Вот. Это все, что я хотела вам сказать. Это самое малое, что вы можете сделать для себя и своих близких. Я надеюсь, что вам сегодня было интересно услышать о наших продуктах более подробно. Мы сегодня с вами разобрали только два шампуня, два кондиционера и внутреннюю красоту, да, это именно концентрат алоэ вера, который, я думаю, если вы еще не пробовали, вы не использовали в своей жизни, да, то есть я вам просто рекомендую, потому что это действительно, вот как женщина, вот личного опыта, да, я молодая, но действительно воздействия на нас очень много, имеются проблемы с гинекологией, у нас сейчас очень много женщин, да, то есть в репродуктивном возрасте страдают этим. И хочу сказать, что мы получили на сегодняшний день очень и очень хорошие результаты с помощью этого продукта. Я в него настолько влюблена, я вообще все наши продукты люблю, потому что они настолько результативные, настолько классные, что ими просто хочется делиться и делиться и делиться. Вот, поэтому, но вот к этому именно продукту у меня особое, вот, да, потому что там не только алоэ, да, который имеет такой спектр веществ, минералов, да, то есть то, что нам нужно. Но и еще самое главное, что вот эти вот растительные вещества, да, то есть растения, которые, экстракты растений, они настолько мощные, настолько сильные, это бабушкины забытые рецепты, которые компания на сегодняшний день объединила вот в этом флакончике, которая дала нам возможность это использовать и пробовать, да, то есть восстанавливать свой организм. Ведь ему всего лишь нужно чуть-чуть, им нужна нашему организму ваша рука помощи. Помогите ему, помогите своим близким, поделитесь этим, и пусть будут все у вас здоровы. А сейчас я готова рассказать, ой, вернее, ответить на все, я уже все вам рассказываю, ответить на все ваши вопросы, которые у вас возникли. Спасибо, Алина. Нет, не к защите кандидатской готовилась, но готовилась очень долго, да. И это еще малая толика из того, что я выбрана, старалась это все сделать поменьше, конечно. Я надеюсь, что вот действительно вот эти все, как бы, составляющие, с которыми вы сталкивались, позволят вам быть профессионалами в своей области и отвечать грамотно на те вопросы, с которыми мы сталкивались. Да, мы сегодня потратили с вами немалое количество времени на разбор состава нашего шампуня, кондиционера, но тем не менее, теперь я думаю, что для вас это уже не страшные слова, непонятные слова, а вы четко понимаете, для чего и что входит именно в эти продукты. И позволит вам увеличить круг ваших потребителей, потому что вы сможете донести до них эту информацию уже четко. И, естественно, ну, в связи с тем, что мы все-таки с вами пришли строить бизнес, да, то есть, естественно, повысить ваши уровни продаж, увеличить ваши товарообороты, да, просто нужно всего лишь, как сегодня сказала Алина, все очень просто, нужно просто поделиться, нужно просто рассказать о наших возможностях, о возможностях наших продуктов. И тогда ваш бизнес начнет процветать. Ну, это, я, наверное, все, что сегодня я хотела вам сказать. Спасибо, Галина. Да, у нас действительно продукты именно научные, очень серьезные продукты, и к этому подошлись с очень серьезным подходом. Я вот честно говорю, я свое время занималась, мне было очень интересно, всегда склонялась к тому, что наш организм, он может останавливаться, но ему в любом случае в наше время требуется определенная помощь, да, то есть, естественно, природа наделила нас большим количеством, то есть, все, что есть вокруг, да, то есть, это неспроста, вот, и поэтому начала заниматься в свое время вот для себя изучением, да, то есть, как эти травки собирать, а где они растут, а какие именно, да, то есть, взять, например, хвощ полевой, он прорастает в разных регионах. И в зависимости от той же почвы у него будет, соответственно, и разные свои, как бы, эффекты. Это очень действительно такие серьезные моменты. У нас в России очень мало осталось бабушек-травниц, да, которые знают секреты, как правильно делать, отвары, настои, я говорю, даже тот же мухомор, да, то есть, он имеет полезные свойства для нашего организма. Из него делают потрясающие настойки для борьбы с болезнями суставов. Вот, в свое время тоже узнала, но ни разу, кстати, не делала. Вот, о чем я и говорю, руки не доходят, времени не хватает, а порой и нет возможности, потому что нужно это делать все правильно, при специальных температурах, да, то есть, в определенное время. Так что в наших продуктах нам компания дала это все, этим занималась целая команда, да, то есть, профессионалов, которые все учли и дали сегодня нам, вот так вот, доступно. Чего только в шампунях нет, оказывается, у нас. Напиля, если ты посмотришь другие шампуни, ты вообще будешь в шоке. Посидишь два дня, порасшифровываешь их составы и чокнешься. Это честно, потому что шампуни, которые находятся у нас в обычном допуске, которые мы покупаем, это очень страшные вещи. Честно скажу, пока занималась разбором составляющих, где вредные, где не вредные, что допустимо, что недопустимо по всем концентрациям, да, то есть, это почти посидела. Так что теперь мне осталось купить краску и начать пользоваться именно шампунем для окрашенных волос и кондиционером. Ну все, всем покажу. Желаю вам хорошего вечера, хорошего вам дня, да, то есть, успехов. И мы с вами встретимся в следующий вторник в это же время.